Приветствую вас. Я бы рассмотрел причины ссор как основной фактор того, что у вас возникают мысли о разводе. Мысли о разводе могут возникать по разным причинам. Здесь могут иметь место и страх, и негативный опыт, и готовые модели поведения, как указали мои коллеги уже, которые вы приняли у своих родителей. Но, повторюсь, тем путем, по которому вы могли бы прийти к пониманию того, откуда берутся такие мысли и что за сонами скрывается, чтобы понять, как вам подкорректировать свое поведение, это именно ссоры. Потому что ссорятся все пары, вы совершенно бравы. Но ссоры имеют разный контекст, разное наполнение. И в данном случае можно говорить о том, что необходимо рассматривать именно ваш контекст, как бы ваше наполнение этих самых ссор. Потому что ссоры, как правило, это определенная реакция человека на страх перед близостью, на попытку зажать какие-то вещи, какие-то реакции, какие-то чувства. Вот. Вы можете изучить психологическую игру скандала. Она вам, в принципе, все достаточно подробно в этом плане объяснит. Дальше. Не так давно поженились с мужем. Все хорошо, любим друг друга, иногда ссоримся, как и все пары. Ну, вот, обратите, пожалуйста, внимание на то, что вы говорите поженились с мужем. То есть, это мелочь, но бросается в глаза, что муж для вас это просто муж, только муж. Это не личность, не человек, не мужчина, а муж. Понимаете? Вот. И вы можете сказать, ну, вот, я просто так выразился, на самом деле он для меня человек и т.д. и т.п. Я вам верю, но обратите внимание на это я не мог. Все хорошо, что любим друг друга. Как вы это понимаете, вы можете отвечать только за себя, вы можете отвечать за то, что вы любите, но вы не можете отвечать за то, что любят вас, поэтому извините. Иногда ссоримся, как все пары, из-за чего. Причем здесь, как все пары, как часто вы сравниваете себя с другими людьми. Почему это начали появляться навязчивый взгляд? Навязчивость, это какое-то желание. Возможно, нарушение личных границ между вами и вашим мужем. Считайте, прямо после свадьбы. А какое значение для вас свадьба имеет? Некоторые люди боятся свадьбы, считая это началом тюрьмы и ограничений. Дело в том, что развода я явно не хочу. А что для вас значит развод? Хотя иногда от обиды после ссоры могу и ляпнуть, понимаю, что это манипуляция. Даже больше скажу, я боюсь этого. А почему вы этого боитесь? Чем для вас это страшно? Может быть, именно то, чего вы боитесь, именно толкает вас на то, чтобы так поступать. Не знаю, что делать, что делать, чтобы что. Как отогнать эти мысли просто жить? Ну, нужно понять, во-первых, с чем эти мысли связаны. Во-первых. Во-вторых, почему нет ничего более важного, чем развод или спокойное проживание с вашим мужем? Почему вас волнует только это? Ведь, по идее, у вас должно быть куча планов с вашим мужем. У вас должно быть куча каких-то, ну, мечтаний. Вот. Мысли, да. Мысли, для того, в голову ничего. Не ничего. Просто вы это не отслеживаете. Я думаю, что вам нужна психотерапия, чтобы научиться лучше себя понимать, лучше отслеживать то, что с вами происходит. И семейная психотерапия, семейная консультация для того, чтобы с мужем гармонизировать отношения. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго.